анемия это клинический синдром характеризующийся снижением уровня гемоглобина и эритроцитов с нарушением транспорта кислорода и с последующим развитием гипоксии гипоксия это кислородное голодание диагноз анемия ставится на основании общего анализа крови где мы смотрим снижение уровня гемоглобина у мужчин ниже 130 грамм на литр а у женщин ниже 120 грамм на литр различает несколько форм анемии анемии связанные с генетическими нарушениями это серповидно-клеточная анемия талосемия а пластические анемии это в основном пациенты которые наблюдаются у врачей гематологов или онкогематологов следующие это анемии хронического заболевания которые развиваются как осложнение других заболеваний это могут быть заболевания почек печени пиалотекущие вирусные инфекции онкологические заболевания и лечение данного вида анемии это лечение основного заболевания которое привело к развитию анемии элементарные анемии они развиваются при дефиците витаминов минералов это такие витамины как b6 b9 b12 и минералы железо и меди чаще всего такие анемии развиваются при соблюдении диета у вегетарианцев самая распространенная причина анемии это дефицит железа гемоглобин переносит кислород из легких ко всем тканям и органам и забирает из них углекислый газ при снижении гемоглобина то есть при анемии возникает кислородное голодание или гипоксия которая влечет за собой нарушение функции органов для каждого вида анемии характерна своя симптоматика и особенности течения болезни но можно выделить ряд общих симптомов гипоксии бледность а иногда пожелтение кожных покровов слизистых и ногтей голубые склеры выпадение волос сухость кожи деформация ногтей ногти приобретают округлую форму слабость сонливость быстрая утомляемость обмороки головные боли шум в ушах головокружение в том числе головокружение при изменении положения тела заторможенность снижение концентрации внимание снижение памяти отсутствие мотивации одышка учащенное сердцебиение чаще всего развивается при физических нагрузках у детей также отличается задержка роста и развития когда запасы железа в организме истощается первым начинает снижаться ферритин и главный белок депо железа то есть ферритин показывает сколько у нас в запасе еще есть железа в организме в организме человека железо не вырабатывается через грудное молоко железо не передается если беременная женщина в беременность страдала от анемии соответственно у нее рождается ребенок с анемией уровень гемоглобина в норме у беременной женщины может быть 110 грамм на литр это связано с тем что происходит перераспределение крови и соответственно снижается уровень гемоглобина то есть это физиологическое снижение но когда у беременной развивается анемия ее обязательно нужно лечить чтобы ребенок не страдал от гипоксии основным местом всасывания железа является тонкий кишечник при нарушении нормальной функции желудка всасывание железа в тонком кишечнике ухудшается к нарушениям функции желудка относятся это воспалительные заболевания слизистой желудка атрофические гастриты язвенные болезни частичное удаление желудка бесконтрольные приемы ингибиторов протонной помпы который приводит к снижению кислотности желудка впоследствии влечет за собой тоже анемию к ингибиторам протонной помпы относятся это нальпаза это амеза и другие препараты из того же ряда при нарушении нормальной функции желудка то есть при воспалительных заболеваниях и функциональных заболеваниях желудка мы сначала пролечиваем основное заболевание у врача гастроэнтеролога и после этого уже приступаем к лечению непосредственно самой анемии железа бывает двух видов гемовое железо железо который содержится в мясе в птице в рыбе в моллюсках в субпродуктах таких как печень печенка желудочки и не гемовое железо это железо растительного происхождения который содержится в бобовых в изделиях из цельнозерновой муки это орехи и семена организм легче и лучше усваивает гемовое железо общие рекомендации для пациентов с анемией это коррекция питания рацион питания обязательно должен включать себя мясо рыба птицу субпродукты костный бульон если есть какое-то заболевание которое приводит к этой анемии то пациент соответственно должен наблюдаться у профильного специалиста это гастроэнтерологи и нефрологи и другие диспансерное наблюдение в поликлинике по месту жительства у участкового терапевта по поводу своей анемии также по поводу ингибиторов протоны и помпы которые снижают кислотность желудка лечение должно быть проведено в соответствии с назначениями гастроэнтеролога и врач который их назначил он же их и отменяет и уже после того как вы пролечили основное заболевание откорректировали питание ваш врач может вам назначить витамины и минералы на основании результатов ваших анализов и других обследований и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok